Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я вам расскажу о топ самых главных ошибок, с которыми сталкиваются все начинающие андроид разработчики, все те кто, даже не начинающие андроид разработчики, а те кто приступает к обучению на андроид разработчика и в процессе обучения пытаются что-то писать, что-то делать и у них складываются, выходят некоторые, скажем так, ошибки. И в этом видео расскажу про ошибки, в принципе, которые существуют в обучении, в написании кода у начинающих разработчиков и расскажу про ошибки, с которыми ко мне обращались мои ученики. Поэтому приступаем, я вам презентую свой топ главных ошибок новичков в андроид разработке. Поехали! Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя, и даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Ошибка «Отсутствие плана обучения». Из-за этого отсутствия плана обучения есть хаотичное восприятие информации, нет строгой направленности, нет строгого понимания, что изучать. И все, что делает такой человек, он просто лазит по ютубу и просматривает одно видео, второе, третье, читает одну статью, вторую. Но целой картины нет. Есть отрывки, которые бесполезны в реальной андроид разработке, и такой человек, скажем так, он играет в андроид разработчика. Поэтому эта ошибка решается либо работа с ментором, либо обучение на курсе, либо консультация с разработчиком с просьбой строго проложить путь по пути к андроид разработке. И все, кто приходят ко мне на курс, они избегают этой ошибки, потому что я даю строгий план, строгий материал, который проверен на коммерческой разработке. Получают они коммерческий код и уже имеют просто правильное понимание, с какими технологиями работать или какие технологии изучать. И изучают, собственно, эти технологии и при этом получают практику правильного чистого написания кода. Следующая ошибка, с которой сталкивает любой андроид разработчик. Вот вы создали проект, начали что-то писать, пытаетесь собрать этот проект на своем смартфоне и бах, у вас вылетает, либо у вас ошибка, не собирается, все красным горит и паника, что делать, а может это не для меня. Эта ошибка связана с неумением человека читать, собственно, эту ошибку. У вас внизу выезжает ошибка, вы берете ее, копируете, если не знаете английский язык, идете в переводчик, вставляете, и вам пока переводчик переводит суть этой ошибки. По факту, в 90% случаев, просто эта ошибка решается обычным переводом с указанием на ту строку и того файла, где совершена ошибка. Вы идете на эту строку, и, как правило, там какой-то неправильный знак стоит. Но если более глубокая ошибка, вы берете на английском языке эту ошибку, копируете, идете в гугл, вставляете, и выходит, я уверен, первая ссылка с TheCoverflow, где рассказывается, как эту ошибку решать. Все очень просто. Всегда читайте ошибку и не паникуйте. Кроме того, я вам хочу дать совет. Вы создали пустой проект. Соберите его на смартфоне, пустой проект. Удостоверьтесь, что он у вас собирается, у вас на этом этапе уже нет никаких ошибок. Собрался? Хорошо. Подключили ViewBinding, допустим, подключили стандартные библиотеки, которые нужно использовать. Соберите, посмотрите, у вас нет конфликтов. Конфликтов нет? Хорошо. И каждый поэтап, каждый функционал понемножку поступенчато, когда вы прописываете, собирайте, смотрите проект, собирайте, смотрите проект, собирайте, смотрите проект. То есть нужно собирать и пустой проект, и промежуточные варианты проекта, и тогда у вас не будет никакой головной боли. Ну, собственно, я немножко перескочил. Есть также проблема с установкой Android Studio. Запомните, если у вас компьютер на системе Windows, то удостоверьтесь перед установкой, что у вас имя пользователя написано не на кириллице, а на латинице. Иначе, в общем-то, существует, скажем так, есть установка идет Android Studio, есть Android SDK. Android SDK это все методы, классы, интерфейсы, которые написаны разработчиками Android Studio, и в целом разработаны платформой Android. Это для того, чтобы простить нам жизнь как разработчикам, чтобы мы могли использовать готовые методы, готовые классы, готовый какой-то функционал. Так вот, весь этот функционал хранится в Android SDK. Если у вас имя пользователя на кириллице написано, то вы не сможете установить Android SDK, потому что Android Studio не будет понимать, в какую директорию ему вставлять и устанавливать весь этот функционал, потому что он не воспринимает кириллицу. Поэтому, перед тем, как начать устанавливать Android Studio, обязательно удостоверьтесь, что ваше имя пользователя сделано на латинице. Если нет, это не так, то просто переисправьте эту ситуацию, просто переименуйте кириллице на латиницу. В сети очень много сайтов, где это можно сделать для различных систем Windows, для различных версий Windows. Неправильный выбор языка программирования. Это просто стоп самых популярных вопросов. Что изучать для Android разработки? Java или Kotlin? Кратко, если сказать только Kotlin. Java не актуальна для Android разработки. Многие вещи и современные технологии лучше реализованы на Kotlin, чем на Java. Java это язык для интерпрайса, для создания тех же, скажем так, софта. Или там веб-приложений для крупных корпораций, на которых работают десятки программистов. Туда подходит Java. Там Java идеально. В Android разработке Java слишком тяжеловесно. Все преимущества, которые есть в Java, они не будут применимы в Android Studio. Потому что, как бы для Android разработки. Потому что, собственно, это и не нужно. Если вы посмотрите, как один и тот же функционал применим на Kotlin и на Java, вы увидите, что на Java мы напишем несколько десяток строчек кода. Ну, потому что я грубо сказал, ну, допустим, 10-15 строчек кода. То же самое на Kotlin мы напишем за две строчки кода. Kotlin легок. В изучении вы изучите Kotlin просто на раз-два. Там за недельку можете выучить. На Java, Java вы можете потратить и год для изучения. Потому что она слишком огромная. И все, что там нужно, оно не нужно для Android разработки, для мобильной разработки. Поэтому, если вы хотите нормально начать, а не посмотреть и уйти отсюда, то изучайте Kotlin. Кроме того, еще одна ошибка. Следующая ошибка. Это долгое изучение языка программирования и XML-верстки. Это действительно проблема. Потому что человек заходит в Android разработку и начинает копать Kotlin глубоко-глубоко. А этого не надо. Вам нужно знать просто синтаксис основы Kotlin. Знать, что такое переменные, как создаются переменные, как присваиваются переменные, какие значения, как значения можно менять для переменных, для каких переменных можно менять значения, для каких нет. Как работать с константами, как работать с обычными переменами. Что такое условный оператор. Как используется оператор ON, как используется условный оператор ELSE. Нужно знать методы, то есть функции Нужно знать, что такое функции В чем отличие методов от функций Как использовать функции с аргументами Как использовать функции с готовыми по умолчанию аргументами Как использовать функции, которые возвращают какое-то значение Как вызывать такие функции Дальше мы должны изучить Как работать с массивами, со всеми коллекциями Ну и далее мы, естественно, циклы изучаем И далее изучаем основы опы Что такое классы, как создать для определенного класса объекты, зачем используются альтерфейсы и как мы можем наследовать один класс от другого. Все, больше в языке Kotlin ничего для старта в Android разработке изучать не надо. Это изучается максимум за неделю очень легко, абсолютно. Но опять же, это все, допустим, если вы приходите ко мне на курсы, это изучается на первой неделе. Даже на половине первой недели, потому что на второй половине первой недели изучается основа Android. То же самое с XML. Не нужно копать под каждый атрибут каждого виджета. Абсолютно не нужно. Нужно знать основы, как просто пишутся виджеты, как создаются виджеты, то есть верстка виджетов на XML. Вот и все. Нужно знать основы на этом атрибуты, ширина, высота, отступы, фон, допустим, текст, название, позиционирование в Constraint Layout, как сработает компоновщик Liner Layout. То есть самая-самая основа. Кстати, у меня скоро выйдет видео по этим основам, поэтому сможете посмотреть, как работать. Вообще по основам Android выйдет видео, и по основам XML-верстки также выйдет видео уроки. И еще следующая ошибка. Это неумение гуглить. Это вот просто самая катастрофичная ошибка. Если у вас что-то не получается, идите в Google и ищите. Все, что у вас, проблемы приходят, они приходят, приходили к другим людям, которые были на вашем пути. Все уже изучено, все про все рассказано. Идите гуглить. Вообще, возгугление займет, наверное, 80% времени вообще, или 70%, 70-80% разработки. Никто не пишет чистый код с нуля. Если нужно что-то реализовать, нужно найти, посмотреть, работает или нет, провести это через себя, модернизировать под свой проект, изменить под свою манеру написания и применить. Вот и все. Ну, теперь давайте поговорим про фактические ошибки, о которых написали мои ученики. Приложение состоит из экранов. Экраны состоят в базовой шаблоне вариаций, базовой вариации из Activity. В Activity представлен двумя файлами, XML файлом и Kotlin классом. XML файл нужен для визуализации, для верстки внешнего вида нашего экранчика, нашего Activity. И что мы получаем? У нас для того, чтобы мы и мы в этой XML верстки должны разместить различные виджеты, кнопка, текстовое поле. И для того, чтобы мы могли определить, как они должны располагаться в середине, слева, справа, снизу, ну или по отношению друг к другу, где они должны располагаться, мы используем специальные компоновщики Layout. Чаще всего используют Constraint Layout. В XML шаблоне должен быть только один родительский Layout. То есть у вас идет, есть XML шаблон, родительский Constraint Layout, внутри уже могут быть другие Layout или другие виджеты. Но компоновщик верхний родительский должен быть один. Если этого не будет, если будет их несколько, у вас будет ошибка. Кроме того, когда вы вкладываете один виджет, другой компоновщик, или один компоновщик, другой компоновщик, следите за вложенностью, следите, обратите внимание на то, где открывается один компоновщик, где закрывается другой компоновщик, или открывается и закрывается виджет, чтобы вложенность была строгая, чтобы смещать, как бы у вас родительский элемент, Вот стоит, дочерний элемент будет смещен немножко правее и находиться внутри него. После того, как дочерний элемент закроется, закрывается родительский элемент. То есть следите также за вложенностью. Кроме того, если вы используете библиотеку Material Design, используются различные Action Bar, Bottom Navigation, все различные панели, то всегда зайдите в вкладку Raise Value, папка Thames, открываете эту папку, там два файла. Это шаблонные глобальные стили для светлой темы оформления и для темной темы оформления. Пропишите там в главных стилях вместо Dark Actions Bar, No Actions Bar. И я объясню, зачем это нужно. Если вы это не сделаете и вы поставите тот же Actions Bar или какую-нибудь панель навигации из библиотеки Material Design и запустите свой проект, то ваш проект будет вылетать. Это связано с тем, что по умолчанию Android приложение использует уже в себе свой базовый шаблонный Actions Bar. Если вы запустите пустое мобильное приложение, вы увидите наверху у вас выделенная такая панель, где будет написано название вашего проекта. Вот это шаблонный Actions Bar. Но вы хотите использовать Actions Bar из библиотеки Material Design. Android Studio не будет понимать, какой из этих Actions Bar нужно использовать. Шаблонный или Actions Bar из Material Design. И произойдет конфликт, из-за чего будет вылетать мобильное приложение. Для того, чтобы это не происходило, вы должны запретить использовать шаблоны Actions Bar. Для этого мы прописываем стили No Actions Bar. Кроме того, мы работаем с экранами. У нас есть виджеты в XML-шаблоне, есть Kotlin Class для придания функциональности. Этим виджетам, которые созданы в XML-шаблоне. Для того, чтобы придать эту функциональность, нам нужно связать объекты, созданные в Kotlin Class, с соответствующими виджетами из XML-шаблона этого же Activity. Ну, любого. Ну, или этого же Activity. Связывается это с помощью ID-шника через специальную технологию ViewBinding. Следите за правильностью подключения ViewBinding. Очень важно. Просто если можете допустить ошибку неправильно подключить, и тогда у вас ничего не будет работать. Такие люди прибегают, и там у меня ничего не работает. Я открываю его проект, смотрю, а ViewBinding неправильно подключен. Верхушка основа подключена как DataBinding, а внутренность как ViewBinding. Ну, опять же, это невнимательность. И это тоже самая главная ошибка, к которой мы подойдем позже. Далее вам нужно понимание, для чего используются такие ключевые слова, как SuperThisContext. Смотрите, если мы открываем тот же MainActivity, мы увидим, что он унаследуется от класса AppActivity. В этом классе, в шаблоном классе Android прописаны все методы, все функционалы, которые присущи любому Activity. И для того, чтобы наш класс, тот же MainActivity, имел все эти методы, мы унаследуемся от этого класса, шаблонового класса. И для того, чтобы мы могли использовать все эти методы, тот же метод, но и он Create, который нужен для того, чтобы наполнить наш экран версткой. Когда пользователь заходит на этот экран, должен наполнить версткой из XML шаблона. И для того, чтобы мы могли использовать этот метод, нужно обращаться к супер-классу. Супер-классом является тот класс, от которого мы наследуемся. И мы через этот ключевой супер обращаемся к супер-родительскому классу. Ключевые слова ZIS и Context, это просто ссылки на тот класс, в котором мы вызываем тот или иной метод. То есть, вот у нас MainActivity, мы вызываем какой-то метод и передаем туда ZIS в Activity. Все, что делает этот ZIS, он указывает на этот класс MainActivity, которым вызывается этот метод. Для фрагментов есть свой ZIS, который называется Context. Также вам нужно знать, но это в основах Android, как можно из контекста, иногда даже в том же адаптерах, где нужно работать с RecyclerView списками, как из этого контекста можно сделать ZIS. То есть, адаптер, если вы ведете контекст, то адаптер, если вам нужно загрузить какой-то фрагмент, через SupportFragmentManager, адаптер не воспринят ваш контекст, и вам нужно сделать из контекста ZIS. Это делается с помощью следующего кода, context.as.fragmentActivity. То есть, вы переводите контекст в состояние фрагмента Activity и получаете в итоге на выходе ZIS. Это тоже я все рассказываю с новых Android. И мы пришли к самой главной ошибке. Это невнимательность. Просто работайте, разрабатывайте мобильное приложение внимательно, следите за каждой строчкой кода. Самая главная ошибка и проблема – это невнимательность. Будьте внимательны. Вот мой топ самых главных ошибок, с которыми сталкивается любой, кто приходит в Android разработку, начинает ее изучать и что-то делать. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, ставим лайк, пишем комментарии. Не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, потому что скоро выйдет, на следующей неделе выйдет, скорее всего, урок большой по основам Android обновленный. Еще через недельку выйдет по основам XML верстки. На сегодня у меня все. Всем до встречи, всем пока.